Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Но вот совсем недавно не стало легенды мирового футбола, человека, которого нет такого второго и неизвестно, когда он появится. Это Диего Марадонна. 30 октября ему исполнилось 60 лет. И вот недавно, буквально, конечно, мы узнали эту трагическую новость, связанную с тем, что его не стало. Значит, я рассказал вам о том, что его менеджер сообщил о том, что он просто устал страдать и не хотел дальше жить, вот так выразил свой менеджер. И сказал, что в этом и есть основная причина того, что его не стало. Действительно, люди, которые длительное время борются с заболеванием или имеют такую непростую судьбу, непростое время борьбы с зависимостями и так далее, люди действительно устают от жизни. И, вы знаете, даже обстоятельства могут так вот складываться, что люди действительно уходят из жизни, какие-то происходят что-то, что-то отказывает, какое-то появляется какое-то заболевание и так далее, и так далее, и так далее. Но причиной является вот некое психологическое состояние человека. В первую очередь, потому что наши мыслеформы, они материализуют. Человек легендарный, человек, здесь слов нет, что-то говорить его знает вся планета. Значит, и вы знаете, все дело в том, что мне на глаза попалась статья о том, что Диего Марадонна еще 15 лет назад, отвечая на вопрос журналиста, сам сказал, что он хотел бы, чтобы было, значит, написано на его надгробии. Меня это не могло не заинтересовать, что человек при жизни еще 15 лет назад хотел, чтобы было написано на его надгробии. Слова настолько простые, но настолько они глубокие, мне кажется, что действительно любители футбола и фанаты Марадонны могут действительно вспомнить очень близко к сердцу. Они очень просты. Это сказал сам Марадонна, не со слов кого-то, не что-то. Он сказал сам это в интервью. И вот что пишут. Отвечая на вопрос интервью Ира о посмертной надписи на кладбище, значит, Марадонна сказал, Спасибо за то, что играл в футбол. Потому что это спорт, который дал мне больше всего счастья и свободы. И это как прикоснуться к небу рукой. Спасибо мячу. Да, вы знаете, я бы оставил на надгробии только одно. Спасибо мячу. Вот за 15 лет до трагических событий, которые произошли совсем недавно, когда не стало Диего Марадонны, отвечая на вопрос журналиста за 15 лет до этого, он сказал, что хотел бы, чтобы на его надгробии были слова Спасибо мячу. Потому что мяч был для него свободой. Мы все ищем в жизни какое-то занятие или что-то еще. Как говорят, найдите, сделайте хобби своей работы, и вам не придется работать больше ни дня в своей жизни. Так вот, мяч для него был всем. Но в первую очередь это было для него, как он сказал, значит, свободой и счастьем. И это как прикоснуться рукой к небу. То есть он был абсолютно счастлив, играя в мяч. И поэтому он сказал, что хотел бы, чтобы на его надгробии было два слова. Спасибо мячу. Гениально, абсолютно. И действительно, пронзают эти слова очень. С вами был Будда Гришна, друзья. Подписывайтесь на мой основной канал, на котором мы сейчас с вами находимся. На канал о саморазвитии Будда Гришна Live. Добро пожаловать в мой инстаграм Будда Гришна, нижнее подчеркивание official. Всем пока, друзья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok